Всем большой-большой привет! Я рада вас приветствовать у себя на канале. И сегодня у меня наконец-то мини-вязальный влог будет, потому что давно я совершенно не снимала ничего на вязальную тему. Знаете, как-то лето вот начинается, но я думаю, что многие об этом знают, и у многих такая же ситуация. Начинается лето, либо ты чем-то заняты и так практически каждый день, все равно мы чем-то заняты, но все-таки лето началось, и стараешься побольше отдыхать, побольше находиться с семьей на природе. Ну, конечно, нам еще не сильно удавалось выезжать на природу, но также гуляем постоянно то с детками, то находимся на даче. Но думаю, что скоро мы уже и поедем тоже в парк, я вам, конечно, обязательно там поснимаю. Ну, а в этом влоге я хочу рассказать, что у меня тут вообще вяжется, какие процессы, есть ли готовые работы, и все в этом роде. Итак, давайте начнем. Начнем мы, наверное, с самой первой работы, которая у меня готовая работа. Это готов у меня вот такой слоник, второй слоник, которого я вязала по-своему мастер-классу. Вот такой он получился, нюашечка. Вот. Уже, кстати, и хочу вам еще сказать такую вот небольшую новость. Мой мастер-класс по малышам, по радужным малышам Зозу готов. Так что переходите обязательно в мой инстаграм для вязальщиц, кто хочет повязать по этому мастер-классу таких малышей. Скоро будет совместник и также, конечно, выйдет мастер-класс. Но и совместник, и мастер-класс будет платным. Сам мастер-класс, конечно, будет стоить дороже, чем совместник. Так что обязательно переходите в мой инстаграм, следите за новостями, потому что буквально скоро, скоро на днях я запущу этот совместник. И мы будем с вами вязать вот таких вот няшечек. Так, далее. У меня есть еще одна готовая работа. Это пчел, который тоже по мастер-классу радужные малыши Зузу. Но этого мастер-класса пока нету. Если кто захочет именно по нему мастер-класс, то обязательно пишите. Я постараюсь сделать мастер-класс. Вот такой вот пчеленочек у меня получился. Замечательный. Вот такие вот у него крылышки. Такой вот прикольный. Здесь у меня проволока идет. И вот такие вот усики. Они как раз гнутся. Такой вот великолепный. Просто пчел. Такой пухленький. Мне он очень сильно нравится. Напишите, как вам, кстати. Нравится ли вам такой пчеленок. И хотите ли вы мастер-класс по этому пчеленку. Так, далее. Что у меня еще? Куколки прошлые. Я так ботиночки не связала несколько раз. Я все-таки перевязывала. И так ничего у меня не получилось. Так она у меня лежит. Даже я ее еще не фотографировала. Но зато у другой куколки, которую вы, возможно, помните. Она у меня еще в наличии. Я перевязала салоху. Я как-то показывала эту куколку. У нее была большая такая толстая салоха. Я первый раз эту салоху вязала. И я решила ее перевязать. Распустила. Сделала такую салоху. Сюда еще такую пластиковую пластиковую пукавку в виде бабочки. Думаю, что очень симпатично смотрится. Вот такая вот салоха. Ну и думаю, что следующей куколке я довяжу все-таки ботиночки какие-нибудь. Или приобрету ботиночки. Но пока я больше на Алиэкспресс заказывать не хочу. Потому что приходят они все-таки маловато именно для таких куколок. Так, сейчас. Надо куда-то мне ее убрать. Потому что... Так. Далее, что я еще начала вязать. Начала я вязать Машу. Решила все-таки еще раз связать эту великолепную игрушку. Потому что там у меня была первая на заказ. Эту я решила связать просто для наличия. Сейчас я вам покажу, как у меня идут мои процессы. В принципе, знаете, связалась она у меня очень довольно-таки быстро. Но у меня тут, как всегда, образовалось ЧП. Сейчас я вам подробнее об этом расскажу. Вот такая вот у меня получилась. Такое тельце. Мне этого телесного цвета, кстати, не хватило. И у меня тут, по-моему, 5 рядов. Связана уже белой пряжей. Вот такие вот ножки, ручки. Все это у нас гнется. То есть там у нас проволока. Полностью каркасная куколка. И так. Также я связала голову. Вот я начала ее. Точнее, она у меня готовая. Даже я здесь уже пришила глазки. И у меня не хватило трес. Сюда у меня ушли 2 метра трес. Они идут 15 сантиметров. И в длину они идут 2 метра. И 2 метра у меня полностью ушли. Но, естественно, я пришивала, вот получается, от лба. Здесь у меня будет челка. Это, конечно... Еще мука какая-то прилетела. И сзади получается вот так вот. То есть я пришивала не вот так, как обычно куколке пришиваю, волосы. А вот здесь затылок. Вот. И из-за этого, скорее всего, у меня получилось, что мне сюда не хватило. Заказывала я эти тресы, как-то вам показывала, с Алиэкспресса. И пришлось мне заказать второй раз. Теперь я вот... Пока надо довязать будет как раз сарафан, сандалики. А дооформить еще само личико. И как раз придут тресы. И там останется пришить только тресы. И сделать стрижку Маше. Но мордочка получается ничего. Кстати, в этот раз я вязала также глазки. То есть я их вязала, потом пришивала. Белая ниточка. Это у меня идет нитки мулине. Одна ниточка из четырех, по-моему. Из четырех точнее. И черная и зеленая. Это у меня идет... Нет. Зеленые это у меня мулине. А белая и черная, это у меня идет джинс от Ярнард. Тоже одна ниточка. Я, кстати, здесь еще купила себе два крючка. Была в Леонардо. Там мне надо было купить нитки для кисточек, для блокнотов. И я купила два крючка. Вот таких от Гаммы. Металлические. Здесь у меня идет один и полтора миллиметра. И вот однеркой я вязала эти глазки. Но купила специально, чтобы повязать ими глазки, потому что с пластиковой ручкой нету. И вот такой вот идет крючочек. Не знаю, ловится, ловится, не ловится фокус. Здесь идет такой вот колпачок. Ну, в принципе, на глазки им вязать ничего удобно. Но вот игрушки, я думаю, что таким крючком металлическим, лично для меня им вязать неудобно. Вот такая вот у меня, кстати, еще небольшая покупочка была. Но скоро я сделала еще два заказа, кстати, пряжи. Потому что скоро у меня будет годовщина моего вязания. Целый год я вяжу игрушки. Да. Так быстро вот проходит время. И я сделала себе небольшой подарочек. Точнее, сначала сделала себе один подарочек. Потом, вот на днях еще сделала второй подарочек. Вчера, наверное, я заказала еще небольшой подарочек. И это все пряжа. И, кстати, там ни одного моточка у меня нету джинс от Ярнард. Там у меня есть только Cotton Gold. Большие моточки. Кстати, довольно-таки много моточков. Есть я джинс от Gazal и джинс Cotton Baby. Скоро-скоро будет распаковочка. Надеюсь, скоро придет мне как раз. И обязательно я вам покажу распаковочку. Так, по Маше я вам тоже рассказала. И еще, что еще я хотела вам рассказать. Потому что я думаю, что обложек выйдет небольшой. Потому что, в принципе, мне показать особо нечего. Но надо зайти, поздороваться, хоть что-то вам показать. Надеюсь, что скоро-скоро я войду в обратно, в нормальную колею. Потому что все-таки мастер-класс, он дался мне не так легко. Как-то он тяжело мне шел. Но я все-таки дошла, я сделала этот мастер-класс. И из-за этого у меня не особо было время снимать. Но думаю, что скоро войду в колею. Так, и сейчас я вам еще покажу одну вещь. Тоже на тему вязальную. А у меня появился вот такой блокнот. Точнее, это моя работа. Мой блокнот. Ну, не мой блокнот. В смысле, я его... Ручная работа. То есть, я его сама сделала. Полностью обзор на этот блокнотик. Я думаю, что, скорее всего, он, наверное, вышел уже. Возможно. Переходите. Там я внизу оставлю, конечно, обязательно ссылочку. И вот такой вот у меня красивущий блокнот получился. Прям вот слова очень классные. Ну, покажу вам немножко. Полностью обзор, естественно. Заходите и смотрите по ссылочке. Как-то я этот блок показывала. Блокнотик довольно-таки большой получился. Кому интересно, переходите по ссылочке и обязательно посмотрите его. А на этом у меня все. Вот такой небольшой мини-вложик получился. Надеюсь, вам обязательно все понравится, что я показываю. Если, кстати, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне, хочу снять такое видео, вопрос-ответ, обязательно пишите под этим видео вопросики. Если их наберется достаточное количество, я хочу отснять видео на тему вопрос-ответ. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok